Ну а сейчас к нашему эфиру присоединяется политолог Дмитрий Орешкин, с которым мы обсудим вот безостановочную вот эту вот дискуссию, на самом деле обращение к миру, посвященное вот этим новым ракетам. Почему Путин продолжает проводить эту линию, говорить об этом даже на встрече с главами УДКБ. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый день, здравствуйте, Анна. Итак, как вы считаете, почему Путин продолжает говорить об этой новой ракете, или она недостаточно, новый Орешник, почему он считает необходимым вновь о ней напоминать, хотя вроде бы уже вопрос закрыт, мы узнали про это, мы узнали, что Россия грозит именно ею миру, но вот он не может в этом смысле остановиться и все еще продолжает спекулировать именно на этой теме. Ну, мне кажется, Путину показалось необходимым еще раз напомнить, что он настроен крайне серьезно и никаких тормозов у него нет. Это вполне такой традиционный путинский стиль для тех, кто за ним давно наблюдает, и, что очень важно, для Запада. Ну, мне кажется, это предсказуемо, потому что Путин в критических ситуациях всегда нагнетает обстановку, пугает и дает понять, что ему-то терять нечего. Как Запад среагирует, это вопрос очень важный, но тут мы с вами можем только подождать. Я думаю, что за последние два с половиной года изменилось отношение Путина к Западу. Мы же помним, как к нему перед войной или в самом ее начале приезжали и лидер европейской дипломатии, господин Боррель, уговаривал его не делать этого. И Макрон к нему приезжал, и руководитель разведыватель служб Соединенных Штатов к нему приезжал, и Шольц пытался с ним договориться. И всех выпроваживали с плохо вкрытым пренебрежением. Путин принял решение, он будет наступать. Все эти товарищи, вернувшись домой, не знали, как себя вести. Но вот после того, как прошли эти два с половиной года, и после того, как прилетел этот орешник, который, на самом деле, очевидно имеет претензию смотреться на стратегический уровень, я думаю, у Запада прозрело понимание, что Путин – это не тот человек, с которым следует договариваться. Путин – это тот человек, которого следует останавливать. Но, собственно говоря, мы как раз вот такую реакцию и видим. Со стороны Британии, со стороны Соединенных Штатов, которые разрешили наносить удары не самым мощным своим, не самым новым, не самым дальнобойным оружием по военным объектам примерно в 300 километрах от линии фронта. То есть, мне кажется, что позиция Запада становится более жесткой. На это Путин может реагировать только одним способом. Он же не может отступить. Он не может признать, что он совершил стратегическую ошибку, начав эту войну. Поэтому у него традиционный шаг, крыса в углу, которая поднимается на задние ноги и говорит, я вас всех в клочки порву. А поскольку других терроризонов нету, значит, он еще раз рассказывает про эту самую тревесину, там, орешник, бук, там, что у него, тополь и прочее. Чем он может угрожать западной цивилизации? И вот это, с одной стороны, очень понятно, жестко, агрессивно сказано. С другой стороны, угроза-то размытая. Потому что пока он, вроде бы, сказал по центрам принятия решения в Украине, то есть в Киеве. Это отход от неформальных договоренностей с Западом. Там были приняты какие-то взаимные ограничения. Не делаем того-то и того-то, не бьем по тому-то и по тому-то. Ну, Путин, вот заявляя, что он будет теперь бить по центрам принятия решения, декларирует, что прежние ограничения не работают. Грубо говоря, он нарисовал новую красную линию. На прежней красной линии Запад с небольшим терпением и с запозданием постепенно привыкал не обращать внимания. С Орешником ситуация сложна в том плане, что его на стадии нанесения удара, когда он падает вниз вертикально, вот с этими самыми многократно повторенными десятью махами, скорости поймать его действительно нельзя. И в этом смысле это крайне трудно, скажем так. Стратегическое оружие ловится и уничтожается в момент старта или выхода на высокую, там, какую-то космическую или псевдокосмическую орбиту. Когда он падает уже вниз, ловить поздно. Соответственно, здесь тяжелейший вопрос для Запада. Если сбивать эти ракеты еще, когда они только взлетают, то это уже стратегический конфликт. Это значит нанесение удара в глубине, не градить там 300 километров, а в районе Капустина-Яра, откуда взлетает Орешник. И на это Запад пойти, во всем случае, быстро точно не может. Собственно, на это путинский и расчет. Он считает, что его оружие, ну, скажем так, полустратегического масштаба, безъядерной боеголовки, все равно обладает очень высокой разрушительной силой, и Запад должен испугаться. Вот это ключевой вопрос. Он должен испугаться. Поэтому Запад все, как бы, внимательно слушает то, что Путин говорит. Пока реакции такой согласованной точно нет. Но я думаю, что в ближайшие дни она появится, потому что это, конечно, перевод конфликта в новую фазу. Те ракеты, которые были представлены Украине, стратегическими, ну, никак не являются. Это не самое мощное и, в общем, очевидно, тактического масштаба вооружения. Ну, наверное, Западу придется действовать жестче в ответ на эскапады Владимира Путина. Вопрос в том, что сейчас, как раз в течение вот этой пересменки в Соединенных Штатах, решение принимать вдвойне сложно. И именно поэтому Путин сейчас нагнетает обстановку. Так что, с одной стороны, все предсказуемо. С другой стороны, эта предсказуемость все ближе подводит нас к грани, после которой возврата назад нет. Ну, вот, собственно, украинская война была первая такая грань. Мне казалось, что у криминозских начальников хватит ума ее не пересекать. Они, однако, пересекли, а я был неправ. Вот теперь я боюсь сказать, что вторую грань Путин тоже не захочет пересекать. Собственно, он ее уже пересек. Соответственно, мы с вами находимся в позиции, когда надо будет понять, какова реакция Запада. Путин изо всех сил надеется и жмет на ту же самую педаль газа на то, что этой десятимаховой скорости его автомобиля Запад испугается. Ну, посмотрим, что нам остается делать. Вообще-то, это, конечно, уже переход на конфликт стратегического уровня. Путину это нравится. Я не уверен, что это нравится его ближайшему окружению и нравится тому, что называется мировое сообщество. Кстати говоря, Лукашенко не зря употребил этот термин. Он сказал, что это воздействие на мировое сообщество. Это надо иметь в виду, потому что не военное воздействие. Ракеты-то прилетают не в адрес мирового сообщества. Это воздействие пропагандистски-вербальное. Это то, что рыночные специалисты называют вербальная интервенция. Ну, вот сейчас Путин как раз этим и занимается, используя любую возможность рассказать про свои любимые 10 махов. Спасибо большое. Это был политолог Дмитрий Орешкин про ракету «Орешек». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова